Девушки отдыхают Игрушечка коротенькая, на 3-4 часа Сам не играл в нее Когда-то давно, когда она вышла, я смотрел у кого-то прохождение Вот Так что для канала можно пройти Игрушечка коротенькая, как я уже сказал, новая игра Кампусанту представляет Паник Совместно с паникой какой-то Инкомпарат Болдер, штат Колорад 1975 год Ты видишь Джулию Так Так А Так Она примерно твоего возраста Ближе к 30 Смеется в компании хорошо одетых профессоров и аспирантов Из соседнего университета Ты, Генри, пришел выпить со своими друзьями Ты подходишь к ней Ты пьян Так Какая у тебя, ну, специализация Ты Давай так сразу Ты Ты красивая Это ты красивая Спокойно, говорит она На самом деле нет Ты Это будущее похмелья Что? Отвечай Отвечаешь ты смущенно Кто-то должен купить тебе чейсбургер Говорит она Она зовет официанта Неделю спустя вы уже вместе Любовь с первого взгляда Нажмите, чтобы использовать объект Рюкзак Ой, а можно это сейчас? Подождите Управление Чувствительность мыши Ой, а можно еще? Я же киберспортсмен, знаете ли Ну, прям вообще очень сильно Я понимаю, мне в тачку надо Игрушка, в принципе, линейная, ребят, такая Вот как бы открытый мир тут будет небольшой Но нет И вы встречаетесь Больше года Она сводит тебя с ума Это здорово Ты переезжаешь к ней Вы живете в квартире рядом с университетом С видом на горы Вы пьете пиво на террасе Вы пьете пиво практически везде Жизнь прекрасна Джулия хочет завести собаку Есть взъерошный крошечный бигль Джулия в него влюбилась Она хочет брать его с собой на работу Есть еще устрашающая немецкая овчарка С добрыми глазами Ничего плохого не может случиться с Джулией Пока она будет гулять с этим псом Он крутой Ну давайте бигли, раз она хочет И называйте его Бакет Бакет отлично пьется И неделю спустя вы забываете о другой собаке Джулия его любит Ты тоже его любишь 1979 год Вы разговариваете на террасе Лето 9.30 вечера Но жара все еще долетает со стороны пустыни Что ты думаешь о детях? Спрашивает она Дети? Они не очень умные И не на многое годятся Я о том, чтобы нам завести нескольких Пару маленьких дурачков Ну это было бы здорово В таком случае нам, наверное, надо пожениться Да Да, я был бы рад Говоришь ты У детей и так будет куча проблем Думаю, лучше, если их родители будут состоять в браке Ты говоришь, что она абсолютно права Не знаю, на что это влияет Это типа как бы история На рюкзак мы забрали Не, все равно какая-то, ребят Сынца какая-то Вот так, наверное, поприять Это вот сюда мы приехали, ребят Так, я там ничего не забыл в машине Надеюсь, что нет 1980 год Вечер четверга И Джулия опаздывает на 4 часа Она не звонит Ты волнуешься И с каждой минуты все больше сердишься Она возвращается, когда ты уже лег Она не то, чтобы пьяна Но явно хорошо провела время Вы ссоритесь, когда она ложится под одеяло Игнорирую Вы не прикасаетесь друг к другу всю ночь На следующий день ты чувствуешь себя виноватым за проявленную злость И спрашиваешь, как она провела вечер Она отвечает, что отлично Ты затаиваешь обиду Ты варишь себе кофе и идешь на работу 1981 год Джулия все еще любит рисовать Она рисует растения из своих исследований Рисует все места, где вы бываете Рисует тебя Ты играешь в мускулами, как Хи-мен Ты резвишься, словно модель Виктория Сикрет Да, я модель Джулия была права, ты очень симпатичный Да, я Виктория Сикрет Это модель Меня берут на всякие там модные показы Ладно, меня никуда не берут Я никому не нужен Находим по лесу И кого-то ищем Или ищем себя Ту Пайр Лукет Солнце, да, яркое такое садится 1982 год Летними вечерами ты и Джулия любите гулять с Бакетом В городе фестиваль На него съезжаются люди издалека Один из них пытается напасть на вас с ножом Ого Бакета пинают ногой Би-би-би-ба-ба Черт, пес Кричит Джулия Встретить она Путается Путается И ей трудно подбирать слова Ты даешь отпор нападавшему Ты даешь ему по роже, конечно Ты порезал руку, но хорошенько избил этого парня Ты не чувствуешь себя крутым, ты плачешь, пока не приехала полиция Джулия просит с этого дня выбирать другой путь для прогулок Ты согласен, тебе тоже не нравится этот путь С тех пор вы гуляете у реки Нифига себе, какой-то хмырь приехал на нас с ножом напал 1984 год Планы завести детей откладываются из-за работы Джулии предлагают работу в Ельском университете Ель в Коннектикуте за 3000 километров Это отличная работа Заместитель заведующего кафедрой Она хочет переехать Ты точно не хочешь Ты убеждаешь ее не соглашаться на эту работу Ты согласен, если она будет ездить туда-обратно Я убеждаю ее не соглашаться Ты говоришь, что это значит, что у вас не будет семьи Она говорит, что это чушь Она абсолютно права Она спрашивает, означает ли это, что если она примет предложение о работе То ты с ней поедешь Ты говоришь, да Опять чушь Но она решает не принимать его Так мы что, расстались что ли? 1985 год Джулию просит уйти из университета Болдера На оплачиваемой больничной После того, как с ней случается эпизод Она сорвалась на коллегу за то, что он взял у нее книгу Книги, которые были ей нужны для исследования Она не помнила, что за два дня до этого Сама с радостью их одолжила А, у нее проблемы со здоровьем Ее нашли плачущую на лестнице Вы варите макароны, пьете вино и стараетесь забыть об этом Ты говоришь, что вам стоит проконсультироваться с кем-то по этому поводу Да У нее потери памяти идет Вы обращаетесь к нескольким врачам После большого количества обследований Они опасаются, что у Джулии может быть ранняя деменция Ей 41 Вы оба решаете пока держать это в секрете А геймплей будет или мы будем так читать Вроде тут геймплей должен быть какой-то, ребят Мы типа здесь привал, да, устроили О господи Можно переверни, господи Надеюсь, никто этого больше не видел Макет стареет Джулия отмечает, что так даже лучше Меньше будет попадать в неприятности в доме Неделю спустя она возвращается в университет В 1987 год Состояние Джулии ухудшается Она забывает вещи по своему предмету Вещи по своему предмету Ее научная работа в полном хаосе Она уезжает на своей машине в другой город Без каких-либо причин И ее возвращает в полицию Она раздавлена Ее отправляют домой на постоянный больничный Иногда это Джулия, которая называет себя дубиной А ваших нерожденных детей маленькими дурачками А иногда это полный незнакомец Она тянет тебя в кровать, чтобы заняться любовью Через пять минут у нее приступ паники Ей кажется, что ее отец стоит у порога Ты говоришь... Ты говоришь ее семье Она раздавлена и начина... Они раздавлены и начинают регулярно приезжать из Австралии Чтобы навестить ее Какое-то время твои друзья заходят с приятными мелочами Чтобы скрасить день Ей становится хуже 1988 год Ты проводишь дни, следуя за Джулией по дому Ты считаешь секунды между визитами Дэниэля Медбрата два раза в неделю Он предлагает перевезти Джулию куда-то еще Куда-то, где о ней будут заботиться 24 часа в сутки В интернат Ты перевариваешь это несколько месяцев Ты решаешь перевезти ее в место С круглосуточным медицинским наблюдением Потому что она себе может навредить Она скоро и нас-то помнить не будет Березки Хорошо В общем, такая история Была любовь, потом мешалась болезнь Олень Какая здесь чистая природа, что даже олени ходят Иди отсюда Ее семья соглашается с твоим решением Ты находишь чудесный интернат в Болдере И перевозишь ее туда Ты навещаешь ее каждый день Затем через день Ты ходишь в бар со старыми друзьями, но все изменилось У тебя чувство, что каждая жена говорит своему мужу Если ты сдашь меня в интернат, как Генри Я тебе яйца отрежу Постепенно ты решаешь реже видеться со старыми друзьями Сестра Джулия Сьюзан переезжает в Болдер Чтобы быть рядом с ней Она навещает ее каждый день Иногда ты приходишь с ней Сьюзан покупает тебе старую печатную машинку И настаивает, чтобы ты ее использовал Раз не хочешь идти к психотерапевту Ты не пойдешь Сьюзан тебе всегда нравилось О, сейчас мы с сестрой с ее замутим Проходят месяцы, умирает Бакет Джулия не может его вспомнить, когда ты говоришь о нем Иногда у нее уходит минута на то, чтобы вспомнить, кто ты В глубине души ты думаешь Это потому, что ты навещаешь ее все меньше и меньше А чем меньше ты навещаешь, тем больше она забывает Тебе так кажется Приближается лето, и ты видишь в газете объявление о приеме на работу Ты соглашаешься Какая интересная игра, да, ребят? А что, как много чтива-то? Блин, ну, я думал, геймплей-то где? Ходишь день, там какое-то брождение Я понимаю, что да, как бы это, наверное, предыстория Игра-то короткая, на самом деле Три-четыре часа где-то Зайти на вышку А с Юзан-то мы что, с ней замутили? Нет, типа нам с Юзан что-то там нравится С ее сеструхой Ну что, нормально? Сеструха, если нормально, можно как бы сеструхой замутить А что, нет? Да? Я думаю, да В общем, мы на прием на работу Видите, у нас это типа охранником леса Ну вот, смотрителем, так сказать Заповедник здесь лес, чтобы смотреть, чтобы пожара не случилось Там всякие школьники здесь, оргии свои не устраивали пьяные А то они любят устраивать пьяные оргии Знаем мы их Включить свет Включили свет Шишка Привет, вышка, две тропы Держите левый шиф, чтобы активировать рацию Прием Привет, кто бы это ни был Генри, правильно? Да Ну я Делайла Парень по телефону уже сказал Так, что с тобой не так? Простите Люди устраиваются на эту работу, чтобы уйти от чего-то Так что у тебя не так? А что не так у тебя? Отличная идея, продолжай Послушай, я шел целых два дня, поэтому не хочу улавливать, что ты сейчас пытаешься сделать Попробуй угадать, что у тебя не так Ладно, а потом... Мне можно поспать? Вечность Конечно, дружок Ладно, давай Ты убил троих бывших мужей, ты бунтуешь против мамы Дамы тебя никогда не выносят Дамы, дамы Дамы тебя никто не выносит Давайте Хорошо, ты здесь, потому что дома тебя никто не выносит Что, учитывая первые минуты знакомства, не так удивительно Лоуч Я спешу это на то, что ты уставший и ворчаливый Тогда мне нужно идти спать Секунду, теперь моя очередь Окей, спрашивай, хорошо Посмотрим Я о тебе ничего не знаю Я думал, что тебя уволили и ты, наконец, решил написать свой роман По такой дурацкой причине обычно и можно найти человека в лесах Доброй ночи Добро... Добро пожаловать на работу Firewatch День первый Доброе утро, Генри Хотя, скорее, добрый день Ты, вероятно, спал как камень В общем, до захода солнца еще есть несколько часов для работы Я вижу тебя за столом Так что позвони, как будешь готов Ну, давай Людвиги, похоже, я проспал Ты лишь задремал на сколько? 14 часов? О, господи, сейчас сколько? 16 часов? 18.45 Не волнуйся, эта дорога всех выводит из трой на день или два Ну, раз уж ты встал, позори вкратце рассказать о работе А в центре комнаты есть штука с круглой картой, видишь ее? Да, вижу Да, вижу Это обнаружитель огня Осборна, придуманный в 1914 году Уильямом Бе Осборном? Его ты будешь использовать для обнаружения... правильно, ок? Какого хрена? В чем дело? Ничего, использовать его для ох... да Да ну нахер Господи, следи за выражениями, дама Если у него западного окна, ты видишь, что же, что и я? Че? Фейерверки? Где? Какого наху западного окна? А где у меня запад? А, вон там она, кстати, видимо, сидит Она у нас... вышка Трофен Вышка Девайла, она вот там вот сидит Чего? Где? Ничего не вижу, какие фейерверки? Серьезно, ты видишь это? Да не вижу я никаких фейерверков А, вон там, да? Тихо, не падать Ну-ка еще раз Вон, вон, да-да-да, вижу, все, сообщи тебе фейерверк, да, вижу Это же нелегально, да? Нет Ты должен иметь депоти туда и остановить их Риск пожара охранить... охранительно высок Это правда моя работа? Моя работа в том, что я сказал до ближайшего рейджера примерно в два дня пути Спустись туда и преодолей, в общем, дай им пизды А дубай стих хорошенько Нет-нет-нет, господи, нет А что, я же не коп, а что мне... Просто убедись, чтобы они так больше не делали Забери их ерунду, ладно И не угощай никого сэнгичем с кулаком Выдвигайся, тебе скоро всего понадобится веревка, чтобы спустить по сланцу Она должна быть в одном из ящиков с припасами Код от замка 1234, вообще-то, это код для всех замков Удобно Можно и так сказать? Все, поболтали Так, отбеливатель взять, шишка взять Бросить, осмотреть Осмотрим шишку, великолепна шишка, ребят Кому надо, обращайтесь Вдвижной ящик Почему-то черный лист бумаги Так, а мне надо брать рюкзак с собой или что? Обнужитель огня не работает Нельзя покрутить Термос взять, выдающийся разум Что это? Удающийся разум Понятно, бросаем Мы не читаем книги, мы тупые Так, а что по заданию? Записи документов, ничего нет Ну, пойдемте Так, что он сказал? Где там что снизу где-то? Можно ей что-то сказать там? Привет там Она же вон там где-то А, она вон там Эй, я вижу твою вышку Ага, это я, привет Так, а что нам получается? М, чтобы взять карту Найдите веревку в ящике НЛС-306 Мы где? Мы тут А, вон, 306 То есть нам надо будет повернуть А там где? Выстрелы там у нас идут? Да, выстрелы идут там Значит нам куда-то туда надо Да, мы как раз смотрим туда Или подожди А почему я не поворачиваюсь вместе с картой? Так, 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 так Наверное туда, да? Куда-то так нам сюда по этой дорожке чтобы это куча каких-то . подожди ли мне вообще туда я чё-то не понимаю немножко картера здесь работает да я в курсе то что там этот да и тут этот она получается вообще сейчас я сориентируюсь карта ребят получается вообще туда куда самолет какие-то летают карта конечно великолепная так далее левее нам надо уйти там будет этот вообще неправильно кстати говоря работает карта если ориентироваться по карте вот тропа вот она есть короче ориентируюсь по карте вот видите на карте там справа верхнем гу написан компас типа типа вверх это север да получается там юг то получается север там сверху и получается сейчас я иду на она неправильно показывает понятно все понятно не учет как то это ладно сориентируемся сориентируемся а может нет сейчас пойдем дадим а кто тут это тут фейерверки решил устроить вообще а бы кто-то сюда приехал хрен знает куда хрен знает чего чтобы попускать просто фейерверки как странно нет вам не кажется я нашел ящик с припасами на отлично 12 там чудо да так чем не надо взять карта скопировать карта обновлена а чё там обновлено а тут дорожки обновлены а можно леву кстати говоря сходить медикум зерчет там записка записка привет рона привет старик парень не выдержал так что я запер его вышку запер его вышку убрал часть его вещей в ящик нашел один из батончиков который тебе нравится я направляюсь в парк но давай напряжемся когда я вернусь дэйв давайте оставим себе старая веревка старая веревка великолепно батончик заберем давайте сидим батончик нам же нравятся батончики нам же нравится на работе чтение разобрать всеми кто пускает фейерверки так можем туда пойти можем туда пойти да мы можем туда кстати говоря пойти да это как раз таки туда это вот сюда да я правильно понимаю здесь не пройдем здесь грыжовник растет так подождите а нам как раз туда бы и надо интересно интересно 800 метров назад озеро джонсона четки тропки здесь какие-то нет нехоженные так здесь есть такое туда уста говоря вниз там есть что-то поймите вниз сходим чисто исследования ребят чисто ранее интереса мы же сюда идем р бежать блин я не туда пошел смысле р бежать мы побежали почему на р почему не на shift так а здесь этот проход так это я где получается а мы к озеру к этому дойдем получается я хотел туда вниз сходить подождите я хочу мне интересно туда вниз сходить подождите просто ради любопытства что там такое за это за место интересное нам наверно вот сюда надо а вот сюда мне приглашать что ты положи этой масштабной компанией лесной службы по найму это к вопросу о том как ты тут оказался о вот нашли кстати я нашел объявление в газете и решил почему бы нет почему бы и нет у меня нет связи в жизни лучше проведу оставшиеся годы в полное одиночестве что то вроде мы из-за событий прошлого лета финансированную лесную службу увеличили и мы смогли позволить себе рекламу рада что оно оправдалось сообщение о магическом колесе вау здесь старое мне кажется это называется магическое колесо ну его сделали американские индейцы народа кроу небольшие 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 здесь много когда-нибудь был в монументе магическому нет не было хоть стоит того чтобы в августе сделать трех да я помню да какие быстро субтитры у нас ну в общем мы сюда пришли магическое колесо зачем не знаю зачем не знаю ребят вы просто решил вот посмотреть чё это ладно побежали просто ради любопытства короче говоря здесь необязательно доходить к поэтому просто по сюжету идти все здесь игра коротенькая а пойдемте ладно дадим триндюлей этим любителям фейерверки запускать в лесах сообщить об оползне этот оползень слишком обрывистые как там и как по-твоему я должен слезть не помню чтобы он был таким проблемным у него даже название нет овдовитель я убираю овдовитель да ладно тебе это не так уж плохо это тесто с высотой 15 метров с камней которые выглядят как они просто так выглядят ладно к тому же овдовитель уже уже есть на обратной стороне горы и так далее а чё как а вот болтовня у них конечно здесь такая все господи да здесь по этому склону можно было бы аккуратненько так и без веревки спуститься нет 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 здесь на самом деле может было аккуратненько и так спуститься но не такой уж и на крутой склон ну чё мы долбанулись мы молодцы сообщить о падении а что с тобой стряслось овдовитель меня одолел что конкретно случилось ну моя веревка порвалась во время спуска по опузнём ты же ничего себе не сломал нет думаю справиться будь осторожен так нам туда да стреляли там да да там а здесь что старое снаряжение то есть сюда может быть тоже пройти побежали ключевых мест здесь не так много ребят приятное местечко для лагеря за я уже несколько лет там не была но да озеро джонс идеально так здесь какие-то козлы бухали и на ибо ох ё-моё алкаши какие-то прибраться давайте приберёмся ребят козлы ну потом сдадим это же алюминий ребят алинышку сдадим накопим потом сдадим козлы невоспитанные в лесу гадят чтоб у них дома пришли медведи насрали таких вот людей виски ох ты держите чтобы изучить объект виски и взять про запас берём костёр надо пузу тушить по-пионерски тушить надо я по музыку слушаю два рюкзака они оставили здесь свои сумки ты идёт в озеро да они я только что нашёл где они тусуются их двое охренеть это они вдвоём столько бухали здесь им плохо не будет не мы заберём мы потом сдадим я же говорю алюминий 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 кстати конфисковать всё конфискуем ребят они голые что ли купаются две пары вещей они оставили свою одежду сушиться похоже что двое а что если они голые вот ведь развлечения послушай они всё ещё там так что приструни их и затем как то так он наверное хотел сказать оооо да они вообще голые я нашёл лифчик нудист пиром маньяк будь профессионален давайте осмотрим давайте понюхаем лифчик ооо да как он хорошо пахнет забрали себе видите потом будем нюхать ооо трусики ооо здесь трусы как бы очень большие размеры очень большие что что не хочу опять произносить это слово потому что тебе 12 берём трусики тоже заберём да ооо нет это нормальные трусики чё ты бери чё ты какой лифчик взял трусики тоже бери какой он не это неуверенный молодой человек ещё одни трусики ооо ещё один лифчик здесь уф да ааа здесь две голые девушки здесь две голые девушки справишься да ладно я люблю голых дам так же как и все но тут их ты знаешь ну две да я знаю будет нелегко для тебя но попробуй поднять язык с пола и выполнить свою работу хорошо лифчик бери бери не хочет так девушки вы где а вон они голышом пойдёмте тоже покупаемся так я нашёл их на озере купается нагишом да там что мужик стоит батюшки удачи с этим справиться они пьяные подростки пьяные я знаю я знаю я знаю что чтобы запускаете фейерверк чтобы пожалуйста прекратить фейерверк так я знаю что это вы запускаете фейерверки как потому что ты прятался в кустах и шпионил за нами останьте его Лили он наверное сисек не видел уже ха 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 он наверное ещё девственник почему вы почему вы парни думаете что пялиться на девочек это что-то там это девчонки давайте идите сюда мы с вами поговорим давайте я к вам сам выклул ребят блин нельзя ну девчонки ну из я забрал все ваше дерьмо вы ничего обо мне не знаете я забрал все ваше я забрал все ваши вещи фейерверки виски все что вот хер к тому же пускай здесь фейерверки не только глупо но и нелегально ага как и воровство гавнюк это полная фигня ты за это заплатишь давай просто уйдем отсюда фу да да уж ты мерзкий да ты просто грустный старик в лесу да ты подойди мне это скажи а как куда вы пошли вы же голые у вас же одежды нету у вас же нет одежды куда вы пошли девочки эй как все прошло а а а как его выключить а куда они ушли за камень спрятались голенькие а дело сделано вот ты где прошло неплохо будем надеяться что проблем больше не возникнет хорошо спасибо что спустился туда да да теперь по лесу бегают две голые девчонки вот это классно вот это классно всю одежду не забрали а нет одежду мы у них не забрали вру так а мне чё теперь просто назад дай возвращаться теперь как бы так ну ладно о алюмишка сдадим я на шифт все время хочу бегать на шифт а здесь почему-то управление на R сообщить о луге я уже сообщал о луге вот такие пироги ребят кто это это барсук кто это енот это зверушка енот я тебя не понимаю потому что я говорю шопотом потому что ты говоришь шопотом енот привет порог какого чёрта я я разгадывала шопот и я понял что за темы это файтинические аммонимы порог 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 чё файтинические аммонимы да 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 приятного дня взяла енот спустилась спасибо взяла спугнула енота я хотел с енотом познакомиться так вопрос теперь в другом а как нам вернуться мы сможем залезть назад мы сможем залезть назад а а вот это интересно ребят ну как нам возвращаться или нам вот здесь надо спуститься подождите а как нам это о о найдите путь назад к вышке две тропы хорошо а как а может нам по реке надо было идти блин только не говоришь что там надо было по реке идти что-то как-то очень странно очень странно знаете у нас как бы есть открытый мир да некий но при этом псевдо открытый мир такой но при этом делать мы ничего не можем ну как бы не через кусты не пробраться ни че такое а вот сюда наверное знак тропы понятно все понятно но я по привычке ну просто по логике пошел просто назад просто пошел назад а тут вот это логично ребят было ладно сейчас быстро добежим мы же спортсмен сколько нам там 40 лет а мы бегаем как лев а слушай хочу тебе кое-что в чем признать в чем слушай прошлой ночи я была пьяна когда поприветствовал тебя на работе ну что ж ты не первый человек который так делает знаешь я просто не могу через чур назойливая выгодно у тебя почему ты здесь такой не переживай ну да и мне говорит знаете как доберешься до своей вышки хорошо вышка две тропы вон она обязательно вот здесь гром недалекая буря я слышу гром да я вижу буру к северу отсюда это плохо да из-за молнии это значит что нам предстоят дела торопись домой и смотри чтобы в тебя не попала молния 9 лет в меня уже попала молния в меня попала молния когда мне было 9 лет так что я в безопасности она не бьет дважды в одно место ну был один удозорный по имени Рой Салливан которого молния ударила 7 раз не нравится мне это да а если тебе останетесь он умер не от этого от чего он умер самоубийство можешь поверить прикольно самоубийство так это что это такое ааа скопируйте карту давайте скопируем карту а че здесь у нас фонарик мы возьмем фонарик ааа рок-рок брать не будем он нам нахрен не нужен давайте закроем так че по карте ага мы обновили карту можно туда пройти и можно сюда как раз выйти к башне да то есть можно налево сходить подожди налево получается туда куда то ну пойдемте сходим как бы нам интересно поизучать хотя здесь ничего изучать смысла нету на самом деле да мы пошли туда зачем не знаю ребят просто интересно теперь надо закончить а то серия длинная и телефонные столбы поникший какой то этот что за столбы а что эти провода делают здесь на севере это линии связи они соединяют людей вроде меня с центральным штабом понял и если ты их видишь то ты повернул на север у пещеры и уже далеко от двух строп тебе следует вернуться назад нет я хочу дойти сюда здесь очень странно какое то место выжженное возможно ты ведьма здесь такой знаете такой еще гром гремит гром гремит гром гремит деревья гнулись старый туалет читать ого 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 что за дом старый это мы где кстати и это мы вот так мы я кепка надеть на надеть говорю будем в кепке ходить не знаю зачем но пускай будет что мне стоит знать о хижина вершине этого холма ничего видимо нам не стоит знать пожар здесь был когда-то давно когда-то давно здесь был пожар осмотреть скаревшая кровать очень весь пожар был о господи енота долбан и со жопой он орфеечка провалился через трубу вот черт кажется я мог подхватить бешенство продолжай я рыскал по старой вышке и на меня напал енот он тебя укусил? не думаю скорее всего ты в порядке погоди ты у вышки что сгорел до тла из-за битой енотами? что ты имеешь ввиду я просто предпочитаю держать подержаться подальше от мест с привидениями нет осмотрю спокойно спасибо я все осмотрю в тишине и относительно спокойствие если ты не возражаешь твой выбор не хочешь чтобы у тебя были кошмары да 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 кошмары ну тут в принципе больше я ничего не вижу чё тут старая вышка смотрители понятно не может конечно было послушать ее историю там про то как корабли бороздят просторы да нам бы надо вообще уже вернуться ребят на эту а мы можем как бы туда пройти но да но мы не можем вон там она сидит вон там вон вышка вот ее там сидит она мне просто интересно походить поизучать а здесь можно пройти здесь тоже какая-то трубка есть это вот это место да ну да чуть чуть правее чуть левее понятно ладно тут ничего интересного пойдемте назад пойдемте к себе а чё за гром то гремит небо чистое вот типа гром молнии что звучит если не облачка нету тучи деревьев какие-то выжженные то здесь хоть пожар был когда-то и оттуда бегут и оттуда бегут что в этой пещере в громовое ущелье в громовом ущелье эй не я его так назвала а в пещере не знаю камни НЛС не советую заходить глубоко это довольно опасно так и так что я говорю так что я говорю пофиг ты взрослый человек можешь идти куда хочешь отлично я раньше кое с кем лазил по пещерам в колорадо ей нравилось было бы круто исследовать эту пещеру может быть весело само собой будь очень аккуратен это пещера закрыта это чтобы спереди не погибали до того как сперва взять ключ в лесной службы логично хотя деби сказала что потеряла их три года назад так что возможно ее загадки останутся под замком чёрт да но может быть ты ищешь другую и утолишь это так удобно рядом с домом о прости чё да так а туда можно зайти эту пещеру но если найдем ключ мы обязательно зайдем мы обязательно зайдем посмотрим что мы на правильном пути да мы уже ну мы уже практически пришли опа тут какой-то парень какой-то парень стоп он смотрит тебя он что-нибудь еще делает я я не думаю я кое-что хотела мне следовал тебе кое-что рассказать об этом месте что именно это природа ну ладно тебе все вокруг и люди больны ходить куда-то сюда это это безумие ладно ладно я понял слушай натыкаться на кого-то это часть веселья да очень весело надо наткаться на кого-то человека в лесу там где в принципе он вот здесь был он пошел сюда да куда я лезу ребят не знаю сейчас куда не залезем все я залез домой нет куда я залез ты карту дайте ну да в принципе да я залез очень много подъемов ну я понимаю конечно мы в лесу тут ударистая местность и здесь должно быть много подъемов но прям что-то как чересчур знак проход закрыт форест берн а ну мы дошли это наверное фаст тревел да будет тоже мы сможем спрыгнуть и что мы сможем спрыгнуть здесь а деревянный знак форест берн генератор туалет бейсбольный мячик понятно потому что про это я докладывать не буду про все что я вижу про всякие деревянные мячики туалета опа эм чем могу помочь ну моя машинка лежит на земле рядом с мышкой ты пишешь? ну послушаем ей ветер? нет тебе следует подняться наверх ни хера себе в общем там кто-то побывал вот этот мужик наверх побывал хм нормально окно выбито кто-то вломился кто-то что? они просто просто разнесли комнату выбросили машинку из окна мать твою нифига себе я сообщу лесной службе о том что случилось общай может это она? ну да вломились а че они здесь рыскали мое мое чертовое белье они украли твое белье? это грубо окей я позвоню копам ясно спасибо у тебя есть идеи кто мог это сделать? девчонки Сойзер может тот парень из ущелья может тот мужик которого я видел в ущелье но ума не приложу на хрена и ему громите мои вещи я попрошу рейнджеров проследить и допросить мужчину-одиночку если такого встретят поверить не могу что кто-то это сделал я переживаю по поводу медведей и пожаров и все а теперь к этому добавились спятившийся турист который охотится на дозорных класс хорошо утром я позвонил своей подруге Петти которая работает в администрации в коде она еще с начала времен ведет учет всех кто использовал туристическую тропу может быть она сможет достать список имен но проблему это не решить но если что-то случится мы сможем свериться с ними и узнать что-то полезное спасибо я хочу чтобы ты чувствовал себя здесь в безопасности просто скажи где достать оружие просто скажи где леснослужбы хранить ящик с оружием и тогда я почувствую себя спокойнее чем Папа Римский ну кто-то мог кто-то много лет назад решил что оставлять человек на дне с миллионов часов одиночества и ружьем не лучшая идея гранаты? я поспрашиваю день второй ребят серию заканчиваем увидимся уже в следующей серии вот так тот пришел и нас это разворошил проснись проснись да 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 я встал я тут что у тебя стряслось у нас извини у нас стряслось та буря повалила телефонная лень которая которую я использовал для связи с лесной службой но то есть мы отрезаны я попробую что там мне сходить починить? ну вряд ли ты сможешь но ты точно сможешь дойти до места где провода идут через твою зону и доложить если найдешь неполадки затем я смогу извести гранжеров чтобы кого-то прислали хорошо я это могу сделать где она помнишь ту пещеру через которую ты вчера прошел? да конечно так вот тебе нужно вернуть сюда пройти ее до конца и как только выйдешь продолжить двигаться на север сделаю спасибо Генри моё имя Генри что тебе не нравится Хэнк? мне не нравится имя Хэнк но Хэнк рифмуется с Энкс нет не рифмуется ладно как хочешь хорошо аммм пройти на север чё? вот сюда наверное да где мы и были куда мы бегали проверить линию связи к северу от ущелья вот здесь вот ущелье и к северу это получается да к северу это вот как раз туда куда мы и ходили так что это уже это уже ребят в следующей серии все сохранить игру игра сохраняется вот увидите с тобой уже в следующей серии фейерверки мы забрали лифчики где? фейерверки вот взять фисковать конфискуем сами у себя а лифчики где? понятно лифчиков нет ладно увидите с тобой уже в следующей серии там продолжим всем до встречи всем пока day м